Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение карьеры за канал. Сейчас в начале нового видеоролика про карьеру за канал, начало третьего сезона, мы подведем с вами итоги голосований по поводу лучших голов второго сезона. Поехали! Лучшим головом предсезонного турнира 2020 года был признан гол Максима Мельникова, который набрал 75% голосов. На Мишина замечательную передачу сейчас отдал. Мишин с мячом. Подача. И Мельников! Как же сейчас все шикарно было, Мельников забивает парами. Это 1-0, Престон выходит вперед, и это первый гол Максима в этом сезоне. Неофициальный, но все-таки гол. Лучшим голом Суперкубка Англии 2020 года был признан гол Александра Головина, который набрал 75% голосов. Мишин, неплохо. Отлично, Дзюба на Матвея дальше отдает. Матвей, Дзюба. И... Головин 4-2! Как же сейчас мы все сделали, это просто какая-то тики-така, друзья, у нас прям получилось. Александр Головин забивает дубль в своем первом официальном матче за Престон. Дзюба замечательно дает здесь голевую, классно принял еще и Головин. Замечательно он еще и позиции-то выбрал, чтобы именно Эдерсон в другую сторону ворот сместился. При выборе лучшего гола английской премьер-лиги 2020-2021 сезона было у нас разделение. По 50% голосов набрали Андрей Хорев, то есть я, и Константин Кучаев. И здесь уже лично я сам принимал это решение, поэтому Константин Кучаев обладатель лучшего гола английской премьер-лиги сезона 2020-2021. Ну и надо не забывать хорошо еще играть в лиге. И какой гол забивает Кучаев! Я вам отвечаю, этот гол попадет в нарезку лучших голов второго сезона. Вы просто посмотрите, что творят эти парни, а! Какой гол забивает сейчас Кучаев с голевой Дзюбы! Лучшим голом Кубка Карабао сезона 2020-2021 был признан гол Ярослава Вяткина, который набрал 80% голосов. И на Козлова подача здесь Вяткин 4-1. Не знаю, запишет ли на меня этот ассист, но как-то странно здесь все было, но Вяткин. Замечательный удар, очень красиво получилось. Не зря все-таки себя выпустил, хорошую подачу только получилось сделать на Козлова, но там я дальше вообще не понял, что было. Лучшим голом Лиги Европы сезона 2020-2021 был признан гол Ярослава Вяткина, который набрал 67% голосов. Лучшим голом Кубка Англии сезона 2020-2021 забил Максим Мельников, который набрал по голосам 50%. Ну что ж, друзья, вот такие вот результаты по второму сезону и лучшим голам второго сезона. Ну а теперь переходим к самому видеоролику. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение карьеры за канал. Сегодня у нас начинается третий сезон, очень давно я не записывал, около 20 дней я не садился, я сейчас посмотрел по сохранениям. Около 20 дней я не записывал ролики по карьере за канал. И сегодня, скорее всего, у нас начало третьего сезона, это понятно, и скорее всего, это будет последний сезон. Ну, потому что, ну, выиграем, либо не выиграем мы Лигу Чемпионов, это большой вопрос. Моя задача была в самом начале, это вывести Престона. В Премьер Лигу мы это сделали в первом сезоне, во втором мы выиграли Лигу Европы, но это так, так сказать, такая себе цель была. Вообще у меня была задача, ну, мы ее тоже выполнили. Задача от руководства была у меня, это как там остаться в середине таблицы, мы заняли аж Лига Чемпионскую строчку, четвертую. Это вообще замечательно. Так что у нас есть все шансы побороться за Лигу Чемпионов. Сегодня у нас претензионный турнир, минимум 5, ой, это максимум здесь, да, максимум 5 матчей, минимум 3. Если мы вылетим с, ну, из группового этапа, так сказать. Ну что же, начнем читать сообщения. Так, Аякс, Лейпциг и Байер 04. Вот это прямо уже такая, можно сказать, группа Лиги Чемпионов, только вот если бы одну немецкую команду бы убрали. Вот так, поехали, сейчас мы глянем в офисе, что от нас требует. Итак, начнем международный успех, очень низкий, поэтому низший приоритет написано, так что не сильно это важно. Дойти до четвертьфинала, то есть от нас прям действительно планируют, что мы дойдем до четвертьфинала. Хорошо, я вас услышал. Домашний успех, ну, все так же закончить чемпионат в середине таблицы, а кубок Англии, то, что я даже два сезона подряд его брал, нам ставит задачу дойти до 1 восьмой. Ладно, финансы, закончить сезон, сохранив средства бюджета, 20 миллионов евро. Бюджет на трансферы и зарплаты. Я, наверное, все-таки смогу это сделать, хоть это очень тяжело. 66 миллионов мы должны всего лишь потратить, получается. Получить 200 миллионов от продаж футболок, это легко, я надеюсь. Ну и 380 миллионов от телевидения, призовые за 3 сезона. Ну и развитие молодежи. Подпишите не менее двух игроков молодых 20 лет с потенциалом выше, чем средний. Подпишите одного игрока из вашей молодежной академии на следующую позицию защитник. Так, решим, решим вопрос. Так, что я вообще делал, кстати? Я занимался, заходил, кстати. Вроде как это все у меня здесь. Да, я посмотрел и вот что я забыл сделать в конце второго сезона. Мы же с вами хотели каждого игрока из клуба, которого мы выбивали в Лиге Европы, и которые вылетели 3 команды в чемпионшип, мы решили с вами подписать, ну то есть либо на рассмотрение взять. Так, Лунин, ну это мне не надо пока что вообще. У нас есть Вальехо из Вотфорда, который, кстати, ну теперь они вылетели в чемпионшип, у них есть эта эмблемка. Дальше у нас есть Сар. Неожиданно. Так, Мерину, это я некоторых игроков из Вотфорда, которые нам действительно бы помогли, может быть, чем-то. Тадич из Аякса, но это возрастной ДЛФ, я бы действительно взял бы, чего бы нет, 82 рейтинг, неплохо. Так, Анаеву, это из Ласка, который мы выбивали, Понца, Эзикель, из Спартака, кстати, но который перешел, наверное, в порт здесь. Роджер Гуэдеш, мы здесь некоторых брали, да, ну и Мерфи, типа, я вообще могу прямо сейчас его убрать отсюда. Итак, ну, буду я примерно так смотреть по позициям, кого нам надо убирать, кого нам не надо убирать, давайте мы начнем, наверное, все-таки сезон с тренировки. Или нет, надо день, наверное, все-таки, да, давайте мы денек один скипнем, потому что сейчас у нас должны некоторые прийти, но это мы понимаем люди, это Зобнин и Антон Миранчук, если я ничего не путаю. Бом Гартнер должен вот уйти, аренда игрока закончилась, отлично. И вот я говорил о том, что в нашем клубе может находиться, ну, максимум один легионер, вот, то есть не российской национальности, это все понятно. Так, увеличение трансформенного бюджета, Шмельков, его хотят в РБ Лейпциг подписать, мы отклоняем, и аренда игрока закончилась. Так, что там? Кривохарченко, ты издеваешься, ты играешь абсолютно каждый матч, ну, там, через раз они. С Довбни меняются. Ну, что же, погнали, вот оно, наше нападение, так сказать, давайте я даже сразу начну. Все, теперь типа составы у нас прогрузились новые, погнали, Довбня и Кривохарченко. Тут контракты, да, еще надо переподписывать. Ромакер Трушечкин, Мишин, Шмельков, Дивеев, Полина. Так, ну, если так смотреть-то, на самом деле, у нас Дивеев, прям здесь как-то проседает, я не знаю, то ли продавать его, что ли, серьезно сейчас. Дипа Полина пришла из аренды к нам, и у нее неплохо так, ну, вот, как в Казанске она прокачалась, поэтому, ну, придется нам, скорее всего, удалять Дивеева мы его. У Ринькова мы не можем уже второй сезон убрать из Трансера, ладно. У нас из Зобнина теперь, напоминаю. Так, Ексов, мы тебя добавим в аренду. Мишков, он еще, а, ну, наверное, только ушел в аренду. Так, так, что посмотрим сейчас. Так, вот, здесь, например, что у нас есть Жемалединов, у нас есть Юля. Жемалединов и Юля, они, типа, ну, одного рейтинга, Юля младше даже, поэтому Жемалединов тоже спасибо большое за сезон проведенный. Здесь мы что смотрим? Ну, Жемалединово мы отдаем в аренду. Ну, а Дзюбу будем мы продавать, потому что, ну, 32 года, 76 рейтинга, здесь у нас и Скворцов хоть неудачный сезон провел в Манчестере, но все равно. Так, теперь у нас, смотрите, что есть. Я захожу в первый состав, мы теперь расставляем, потому что у нас есть новое приобретение. Так, здесь нормально. Здесь что у нас, ну, здесь тоже пока что замечательно все, здесь пойдет. Смотрим здесь. Головин, Зобнин будет здесь и я подписывал Миранчука, бот. То есть у нас теперь центр поля это чисто игроки лицензионные, все-таки реальные. Головин, Антон Миранчук и Роман Зобнин. Я понимаю, конечно, что можно здесь схему, конечно, поменять. Давайте я, наверное, так и сделаю, чтобы поудобнее было вообще. У нас 4-3-3 атакующая, а будет 4-3-3, ну, не знаю, как это. Ну, не защитная, на удержание тоже как-то неудобно было бы. Давайте я продолжить редактирование, сохраню вот так вот. Вот, Зобнин. Ну и все. Правый атакующий полузащитник. А вот здесь левый атакующий полузащитник. Все. И вот такая у нас будет схема. Я, кстати, с рейтингом 80 Масаковский, 76 Козлов в нападении, 78 у него рейтинг. Справа Миша, ну, вот так вот мы пока что сохраняем. К чему я это все сейчас расставляю, ввиду к чему? Потому что раз мы подписали двоих вот таких вот топовых игроков в наш состав, это Зобнин и Миранчика бесплатно, поэтому нам теперь надо будет убирать одного игрока, потому что Бомгартнер ушел, место как бы освободилось. Так, Дивеева мы убираем отсюда-сюда, Полина будет. Казанский с капитанской повязкой. Здесь мы что смотрим? Так, Головин у нас первый, здесь будет Мельников, Вяткин, Меломед. Ага, Вяткин, так нет, Меломеда. Вместо Меломеда мы ставим сюда Ивазиану, и тогда, так, сюда мы, так, Юля. Здесь у нас не Дзюба будет, а Скворцов. Ну и слева, да, все правильно, Масаковский. Ну и за вот такой вот проблемы, так сказать, ну это даже не проблема, просто мы усовершенствовали себя, улучшаем состав. Даже, наверное, вот Зобнин и Миранчук, это было прям хорошее такое укрепление на Лигу Чемпионов. Вот, мы увидели, вот, Зобнин, раз игрок, Вяткин, Головин, Миранчук, ну именно по рейтингам я вам говорю, все еще не надо так близко к сердцу воспринимать. Мельников, Айвазиан и Вяткин у нас остались в первом, во втором, точнее, составе, поэтому Меламеда мы отдаем в аренду, вот, ну чисто из-за рейтинга, потому что у Айвазиана 80 мы видим, у того же, где он, Вяткина, вон 79 и у Мельникова 80, поэтому мы здесь чисто из-за рейтинга, чисто кто бы ниже был бы, того бы я бы тоже убрал. Ну вот здесь вот выпало, так что Миша Меламед будет пока что выставлен в аренду. Так, я быстренько сейчас пробью по контрактам, сейчас мы глянем, у кого что-то тут заканчивается, но не так, в принципе, много, давайте начнем мы переговоры с Довней, так как нам его здесь первого прям показали. Довня хороший действительно игрок, 84 рейтинг, так, Амплаун, он ключевой игрок действительно, все это мы оставляем, прекрасно, так, на 4 года, да, без проблем, то есть они хотят прям до 30-очки дотянуть, без отступных вообще все замечательно, давайте вы сами себе еще зарплату выставите, а я им не предлагают, ладно, 30, 30 тысяч, хорошо попали, немножко попали, так, исключаем, вот так вот, все, на 34 тысячи они согласны, идем дальше, теперь Кривохарченко, переговоры, игрок не хочет продлевать, понятно, Скворцов, ну с Кривохарченко мы чуть попозже, значит, поговорим, потому что дадим сейчас, значит, Кривохарченко поиграйте на претензованном турнире, раз он так хочет, так, нерегулярный, так, ну это действительно он будет во втором у нас составе, Скворцов вместо Дзюбы теперь, на 3 года, без проблем, отступные все замечательно без них, хотя так, 77, я даже не знаю, ну что, ему тоже где-нибудь, ну 40, наверное, надо предложить, 40, ну даже, наверное, много, надо было 30-ку тоже добавить, так, дальше, у нас Шмельков, в чем суть вообще вот этого, того, что мы покупали, настоящих игроков, существующих, и продаю я теперь, например, Дивеева и Жмельдинова, а в том, что мои игроки прогрессируют намного лучше, потому что я их сам создавал, и это понятно будет, что они будут там качаться на невероятные рейтинги, поэтому я теперь просто убираю игроков, которые вот, российских я подписывал, так сказать, спасибо вам за помощь, но теперь я хочу именно своими игроками вывести, ну, их до победы в Лиге Чемпионов, чтобы не было такого, чтобы вы мне говорили, вот, ты подписывал там вот Зобнина, Миранчука, даже если я не смогу сделать победу в Лиге Чемпионов, опа, Козлов нерегулярный, да почему он важный, он, давай, важный, да, все, отлично, так, давай на 4 года, вот, поэтому я пытаюсь минимизировать еще и существование реальных игроков в нашей команде, у нас вот только получается сколько, вот, Головин, Зобнин и Миранчук, вроде все, остальные там все у нас, сейчас многих мы будем убирать, 40 будем предлагать, да, Козлов соглашается, отлично, так, Казанский у нас теперь остался и Меламед, мы просто подпишем, чтобы потом у нас не было таких проблем, что и они не захотели бы переподписывать контракт свои, так, Казанский у нас, но он важный игрок, хотя сейчас будет говорить, что он нерегулярный, ну ладно, они согласились, кстати, отлично, на 3 года, замечательно, без отсутных, все супер, опять мне дают, ладно, давайте 20-ку, пойдет вам 21, хотя-то еще и подписной бонус, ну вот так вот сделаем, все, отлично, Казанский тоже с нами остается, так сказать, на борту, Михаил Меламед, ну да, давайте мы с ним тоже переподпишем, потому что ему там уходить в аренду надо будет, но мне кажется, за Михаила Меламеда сейчас будут, да, предложения, так что мы еще посмотрим, какие команды его давать, так, ротационно, ну здесь да, мы соглашаемся, потому что ты сейчас уйдешь в аренду, так, ну давайте на 4 года, согласились, без отсутных, ну и отлично, они зарплату там сами себе поставили, все, соглашаемся, замечательно, 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 ну а Кривохарченко мы ждем, сейчас дадим ему просто время поиграть, так, надо нам также смотреть, мне надо теперь, ну получается, ну подписывать какого-то одного игрока, не российской национальности, и тоже смотреть по позиции, все такое, как вы поняли, так, я могу в принципе даже зайти сейчас вот во второй состав, вот он у меня открыт, и смотреть на ту позицию, которая вот, она у меня сильно прям проседает, это естественно правый форвард, мы видим, 74 рейтинг, 74 рейтинг, давайте мы глянем, потому что ну тоже официальное какое-нибудь подписание, ну тоже должно быть, у меня есть Бакаев на ПФАшника, у меня есть Де Луфео, у меня есть Де Луфео, которую я могу подписать, и он, кстати, походу попадет даже в первый состав, поэтому я бы все-таки хотел бы Де Луфео видеть, тем более, ну да, направо нам надо прям, именно мы смотрим сейчас грамотно на то, что у нас проседает во втором составе, Юля тогда уйдет еще на один сезон в аренду, Матвей перейдет во второй состав, будет у нас там играть, ну а Жара Де Луфео, очень классный игрок, давайте все-таки начнем переговоры с ним. Как-то я играл в FIFA 18 и в карьерке там за Зенит, вроде даже подписывал в Де Луфео, мне понравилась сама фигурка футболиста, как он играет, так, ну что же, вы вылетели, вы теперь в чемпионшипе, давайте за 28, они 30 прям хотят, но что я могу, давайте 29, уж ну тоже давайте, не это выйти, да, за 29 представитель Водфорда, это даже очень похоже на чьего-то там агента, когда мы переподписывали контракт, и такой вот паренек, кстати, приходил, тренер Водфорда, ну отлично, так же практически мы делали, как и Стоксити, у них был в контракте с Шакири, прописано, что он уйдет из команды обязательно, если Стоксити вылетит на дивизион ниже, и вот он вылетел, и Ливерпуль отлично его подобрал, и они стали обладателем Лиги Чемпионов, может быть сейчас так у нас получится, так, ну неплохо, зарплату на, что-то тут, пятнашку они понизили, отлично, ну все, Де Луфео мы подписываем, это супер, в первый же день практически, ну все, так, мы заходим теперь, ЦФД у нас ДЛФ, 14 номер, ну и Юля, ну пардон, но второй сезон тебе тоже придется провести, к сожалению, в аренде, все, теперь мы начинаем уже прям тренировки, все как надо, ну смотрим теперь уже по позиции, Жамальдинов и Юля у нас уйдут в аренду, я вроде их обоих выставил, Жамальдинов вроде точно, поэтому теперь мы смотрим по позициям, ну здесь Масаковского будем качать, потому что у него 76, самый низкий рейтинг, идем дальше, Вингеры, Ексов, давайте, ну Ексова будем докачать, потому что, так, у нас Жамальдинов, правильно, да, Жамальдинов мы вообще будем продавать, а вот Ексова будем мы качать сейчас, дальше смотрим, полузащитники, Меламет уйдет в аренду, поэтому здесь, ну, Гадкина качаем, у него самый низкий рейтинг из всех, так сказать, полузащитников, смотрим дальше, центральные защитники и защитники в целом, 76 здесь 76 там так ну 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 полина самая здесь молодая можно так сказать только по этому фактору давайте не шестой ей качать но здесь и я бы качал давать долг не до 85 какие обещал прошлом сезоне мы докачаем и будем дальше уже там по криво харченко смотреть вот видите ему чуть-чуть это уже вторая тренировка и удобнее будет 85 что по трансферам пока что кого сдать длф перешел за 29 миллионов в престон а уже четвертое число кстати на единственный каш трансфер смотрим условия недавний контрактор контрактов что вы обладаете полностью бодусы что я не понял это вот иероглифы так я рад вы решили мне продать тренер за текущий вклад я достойно больше зарплаты это еще и я говорю ну ладно нет как-то просто выбираю варианты ну то есть я еще и сам себя сейчас буду топить ладно переходим в центр составов а что не так я вообще не понял с финансами самый оплачиваемый игрок это у нас длф 55 потом головин скворцов 40 дзюба 40 а где я 3000 у меня ну да ну с рейтингом 80 это иметь зарплату 3000 в европы на 10 или фунтов что-то я не помню в евро ротационная форма почему он вы у нас ключевой игрок личная ключевое в первом составе игра давай на четыре года непривычно самим собой переподписывать сейчас сидеть контракт ну да ладно так я 30 . попробую дайте потому что все таки там сказал да все отлично согласовали контракт отлично отлично так ну все мы начинаем матч против мне кажется с байроном будет намного тяжелее а байрона следующий как раз поэтому я сейчас выпущу второй состав против рб лейпцига вот а да чуть ли не забыл теперь у нас здесь жерар дэлло файл справа ну жерар дэлло файл теперь у нас на долгое время надеюсь посмотрим по позициям там потому что я сказал у нас будет в составе только один легионер если вы хотите конечно захотите то у нас будет еще один напишите в комментариях если вы хотите такого видеть вот таким составом мы будем отыгрывать так кстати надо вот отсюда что-то мельников с вятками поменять потому что мельников намного лучше цапника исполнять нежели чем вяткин хотя вяткин забил там 11 мячей в лиге европы в прошлом сезоне ну все вот такая вот схема 2 состав у нас под атакующую здесь у нас на удержание но все отлично рейтинги я все уже посмотрел вроде как поэтому давайте вторым составом мы играем против лейпцига ну и кривохарченко у нас будет играть на весь предсезон турнир посмотрим так вот этот лицо мне очень знакомо это джака джака серьезно в лейпциге ладно сигнал иду на парк боруся стадиум привет погнали и так предсезонный турнир мы начинаем на сигнал иду на парк кто знает кто знает может быть мы именно против боруссии будем играть либо против лейпцига тоже вот на этом стадионе вообще в целом в лиге чемпионов может быть получится у нас и теперь вот вы видите предсезонные турниры здесь прям собирают вот этот показывают они так как в прошлых двух сезонах нас просто сразу перемещали к центральному кругу ну что же престон против рб лейпцига погнали хорошая передача на мельникова и мельников четвертая минута и это один ноль друзья отлично нашу такой крещено роналду в полузащите забивает и отлично скворцов отдает голевую передачу но действительно манчестер юнайт это очень неплохо отыграл прошлый сезон хотя брали вот скворцова к себе в нападении я думал насчет того что вот подписывать чалова там но теперь типа зачем если у нас есть скворцов с хорошим рейтингом дзюбу мы продадим и все будет нормально деньги то мы уж точно получим там большой плюс мы выйдем так что может быть к зимнему трансферному окну мы будем подписывать каких-нибудь игроков интересных которых вы конечно тоже захотите видеть в команде российских там легионеров это я все сказал это чисто за вами я имею вправо только подписывать одного дальше если вы там кого-то захотите то пишите в комментариях мы обязательно подпишем хайдара ой-ой-ой-ой-ой кривохарченко что ж ты делаешь то просто так отдали сейчас передачу и все почему он даже не прыгал на этот мяч выставили кого ну вот еще девеева да вот например он лучший защитник был прошлого сезона мельников и мельников забивает и делает счет 2 1 29 минута еще и срубили здесь могли пенальти заработать но отлично показывает пальцем мельников на кого там на трибуне либо болельщикам ну да ладно казанский еще прибежал здесь отпраздновать вместе ну провалилась здесь оборона во первых но хорошо здесь и мельников классно забил дубль сегодняшнем матче от максима мельникова а это если люди забивают в пенсионном турнире больше значит это у них больше шанс попасть к нам потом на голосованием лучший гол турнира все такое 21 один момент сейчас вот возможно у лейпцига я не выиграю сейчас матч и как я и сказал 88 минута джака про которого я кстати говорил что узнал его начале матча не знаю что с ним делать долго не намного лучше бы отстоял естественно но еще и хочет кривохарченко сеть на уходить ничья против лейпцига не удержали мы победу хотя дважды выходили вперед и вот лейпциг дважды отыгрывался обидно конечно что здесь чисто но две ошибки на у кривохарченко хотя у нас вот и два удара в створ и два гола то есть все что летел оборота прям это было голом байеркс и сыграл в ничу с аяксом также не сильно там отрываются вот мы даже больше забили так я рад я говорю докажи что ты стоишь этих денег скажем вот ну да мы сейчас на первой строчке благодаря такой более голевой ничьи вятка неплохо сейчас прокачался масаковскому немного до 7 7 остается но пока что когда лафа единственное подписанием а уже 7 июля между прочим странно а ну вот и пошли наконец-то пиазон исчелся в торина переходит но у нас матч против байером я играю естественно первым составом ну что же байер против прессона интересная будучи сыгра акулу привет дочь на стадионе тем более ничего и дома играют боя арена поехали и так замечательный стадион боя арена сегодня у нас второй тур байер сыграл в ничью с аяксом 11 а мы 22 с липцигом посмотрим как мы отыграем тем более часто у нас первый состав поехали почему почему зобнин то травму получает почему мишин еще здесь отмышленный рикошетом там зобнин у нас травму получил да благодарю и мы уже проигрываем на первых минутах ой-ой-ой диаби да иди ты в жопу нет и залетает паули не еще забивает отлично давайте-давайте у нас полузащита просто сейчас топовая зобнин кстати отошел от травмы и миранчук забивает в ближний-нижний ближний-нижний на все логично да отлично 21 и вот он первый гол антона миранчука зобнин хорошо здесь прям безусловно я думаю что поначалу что это козлов но потом увидел вот внизу и вот здесь я хочу в ближних камер это посмотреть вот рамос еще играет за байер вы посмотрите очень хорошо не успел стать рамос то накрыть капитанской повязкой еще бегать антон напомню нас антон миранчук не алексей антон зобнин а он видит антона миранчука антон он правоногий и забивает то левой дубль антона миранчука сейчас нам приносит практически ничейный результат отлично 22 я подписался для себя думал все таки подписывать алексея но контракт заканчивался только у антона и я запомнил что у антона правая нога поэтому он сейчас эти левый забил но это его тоже дубль как и у мельникова в первом матче так и у миранчука во втором отлично ничья 22 с байером камбэк не произошел мы до среди 2 забили они нам два им но миранчук лучший игрок матча 9 и 2 него оценка аякс кстати тоже сыграл с липцигом ничью у нас почему-то результативные ничьи 22 у них всегда вот аякса 11 нам сейчас главное вот обыграть аякса и все но пока что мы должны быть да на первом месте супер дюба предложение приходит да мы видим переплатила баллоне здесь сейчас на 400 тысяч поэтому естественно соглашаемся а вот дениса казанского боякс и нет так казанский групп травмирован голове на пять дней уши плоття ну с аяксом и вроде должны сейчас по улице еще из пассажированию касса приходит когда не успел каждый год новый себе клуб выбирает но посмотрим аякс последняя строчка мы первое нам просто повезло что другие команды играют тоже вот в ничью там так вот сюда надо убрать голове на теперь получается делал файл поставил фдшник он и на цапе может и на форварде и вот мы увидели что и справа в нападении может все отлично вторым составом мы играем против аякса ливи на стадионе снова сигнал донопарк поехали ну что же 3 тут притяженного турнира мы снова настигнула донопарк и вот сейчас эти вот никакого представления сразу мы в центре с аяксом мы играли я напоминаю вам в лиге европы прошлом сезоне мы их прошли но матч кстати на амстарда марине выдался очень жарким вроде мы даже там в ничью 3-3 скатали если я ничего не путаю мельников отдает на скворцова скворцов 1-0 пушечку свою расчехлил наконец-то и теперь у нас и нападающий забивают но что у нас мельников два мяча забил то у нас миранчук два мяча забил теперь наконец-то забивает игрок нападение отлично что даже не подобраться к нему было казанский мишин ух как скворцов то 2-0 вот так вот теперь мы практически как прошлом матче байер нам двушечку забил теперь и мы но и скворцов у меня все игроки которые участвуют матчах если забивают один после этого сразу забивают второй мельников миранчук его теперь еще и скворцов левой ногой прям снова пушечку свою засадил и к перерыву мы уже ведем со счетом 2-0 это отлично главное теперь хорошо в обороне отыграть у меня кривохарченко на воротах так что не факт если уже пошли прям передачи сверху из опасно ну и сверху из забивает опасный момент конечно был но и тут кривохарченко к нему то сейчас и вообще мне кажется вопросов нет здесь уже оборона так отыграла но все равно и мельников на ивазиана и айвазиан и айвазиан 3-1 отлично так что все мы скорее уже точно в плей-офф мы забиваем наконец-то больше двух мячей отлично прям сейчас отыграли супер 3-1 победа пресс над аяксом так что наконец-то наша победа на пресс-сезонном турнире и мы сейчас мы точно в плей-оффе уже не зависит даже результат матча там лейпцига и байера ну и кстати лейпциг выходит тоже в плей-офф но скорее всего со второй строчки потому что мы победили с счетом 3-1 нам добавили 2 миллиона то что мы прошли в плей-офф будем играть кстати против монако откуда мы и забрали головина это я вам так напоминаю так а что у нас насчет текстово то мы его сдали вообще в аренду там или нет что надо будет проверить да иксом мы выставили меломед тоже в списке аренды жима лединов на трансфер отлично так юля в аренде так ну а жама лединов списка ренды дзюба как раз может сейчас уже и уйти либо продан отличный сезон провел артем дзюба его пл вторую строчку занял по галантам в апл но отлично так скворцов тебе придется много трудиться но я не знаю что монако там монако получать на старую строчку они заняли них есть полу самонись они куру вот кита кстати в наполе переходит из ливерпуля кириман с винтер и она на прямо именно в этот момент как только мы их выбили приходит в валенсию вообще замечательно хочу еще там есть по топам диалог милан зинченко в лион кастель ехо в атлетико делов и ну мы хотим здесь немножко так записали все так я бы с монако бы сыграл бы также вторым тем более скворцов просит чтобы все-таки первым составом выйти в финале и уж точно победить потому что мы никогда не проходили дальше полуфинала дочь на стадионе поехали итак мы это что вообще за стадион такой интересный можно ко мне название этого стадиона бай арена то есть мы сейчас в ливеркузне и так матч престон монако полуфинал призывного турнира поехали опасный момент и прозвищ все-таки забивает это и сказал у них возникнет один момент они его и забьют и вяткин дяткин 118 вторая минута отлично моя голевая передача на него супер а то могли сейчас еще и потерять снова наш претензионный турнир опять бы в полуфинале третий сезон подряд мы влетаем в полуфинале давайте еще вову вместо сереги выпущу посмотрим как вова в опорке отыграет и все друзья заканчивается основное время ничья 1 1 сейчас будет серия пенальти я успел выпустить и до вгню один удар вы видели один удар был всего лишь в матче у монако в створ так я не буду бить панельками буду бить мощными прям ударами так велим хас это только что вышел ай по центру засранец так теперь я за себя пробиваю не знаю куда даже бить давайте туда же чего бы нет отлично два левых угла у меня получилось так брозович у ю ю ю здесь про надо было долго стоять так козлов ну-ка давай-ка мы сейчас его нижний шлепнем отлично главное сейчас затащить так гинтер авто засранец он еще и по нынку пускает так вяткин который забил сегодня и сравнял счет опа думал мы четвертый будем в тот же угол бить не должен мартин и долг не потащил отлично сейчас если вова забивает а я прямо сюда лучше мальну аликом ты сейчас надо тащить мимо мимо бьет долей не мы финале мы финале предсезонного турнира долг мне всем показывает до долг мне показывать что он говорили что-то он пропустил два мяча подряд от байера сейчас он показывает но он два мяча можно сказать от билда подряд мы все мы проходим финал не знаю с кем мы там сыграем конечно 43 по пенка мы проходим мы играем против милана мы играли с ними в полуфинале лиги европы посмотрим как сыграем теперь еще финале предсезонного турнира но не 20 вынесли лептик и так нам добавили еще три с половиной миллиона за то что мы прошли еще и финал что там у трансферам но все также кита теле мансонана девеев в бенфику его хотят купить за 14 миллионов так будем торговаться 16 с половиной будем пробовать либо хотя бы давайте 16 потому что там показали можно все таки выпросить так сейчас мы попробуем за бенфикой поторговаться за него 16 миллионов все за 16 миллионов вадивеева готовы покупать это отлично так а что там с нашим молодежным составом они типа закончили да уже так молодежная академия да кстати смотрите ну вот этого надо артамонова покачать еще так мне нужны защитники мне сказали поэтому организовать работу скаута северная европа до россия давайте на три месяца буш мне не надо сильно этих и защитников все пусть ищет вот так что по трансферам аллер халлер или аллера не знаю как правильно вольфбург переходит кстати классный переход за 64 и 3 миллиона ленгле приходит в баварии сибалис псж полина сироткина вели реал ее хотят подписать нет кривохарченко и теперь хотят подписать в аякс хотя ну у них теперь она надо нету мы отклоняем но играем мы финал против но сегодня в этот понимающий последний матч до опа что там чуть-чуть еще за матчи она тоже как начинается следующим выпуском смотрите как рано все начинается за суперкубок мы будем играть против тоттенхэма за суперкубок уефа мы будем играть против барселоны здесь уже сразу тоттенхэм ливерпуль манчестер юнайтед это что вообще за матча так поехали у нас вообще-то финал не будем отвлекаться играем давайте в желтый они пусть свои домашний бои вроде это да сейчас сигнал дуна парк ясна стадионе поехали главина травма там прошла это отлично итак друзья финал председанного турнира в который мы вышли впервые играем против милана который мы выбили в полуфинале лиги европы прошлого сезона мы обладатели лиги европы друзья тоже не надо это это забывать тоже достижение не каждой команде дает тем более мы вышли только что из чемпионшипа считайте и в следующем же сезоне стали чемпионами европы но во второй можно так сказать квалификации стали вторым по значимости клубом европы после барселоны конечно которая там выиграла лигу чемпионов так что нам еще с ними играть в матче за суперкубок у и фа пенальти боили ну ты чё так копина те лучшие пенальти лучшего дела фео меня обогнал на одну единичку так по серии пенальти мы очень хороши пушка страшная мы мы забиваем финале призем турнира дела фео наконец-то забивает отлично этот гол вообще ни в какие толпы не попадет потому что с пенальти я не беру никогда ночью пенальти это 50 процентов там на 50 поэтому ничего красивого не может быть конечно голове забивает и делает счет 2 0 отлично это что-то против монако мы только не могли забивать один мяч уже забили против монако в основное время это там еле-еле дожали но здесь голове на отлично первый гол его в претендованном турнире зубнина зубнин отдал замечательную голливуду все мы выигрываем милан со счетом 2-0 финале за наш первый в истории претендованный турнир выигранный отлично дела фео головин забили ну чё давайте посмотрим да все таки первый наш в истории претендованный турнир мат вова будет доволю его поднимать как капитан команды ну и наконец у нас получилось на сухо отыграть в этом претендовом турнире до мне это получилось ну и владимир мишин как капитан команды поднимает претендованный турнир кубок точнее за претендованный турнир все победа посмотрели понятно зубнин лучший игрок матча 8 и 5 у него оценка и все мы победители до претендового турнира так нам приходит сообщение поехали хисус валеха но нам здесь это 79 кстати исмаил сар но кстати надо было наверно все таки его покупать нежели чем длф потому что он бы прокачался бы мне кажется роджер гюдеш форвард но неплохой такой да так том керни но ему 30 лет поэтому я бы его и не подписывал трушечкин вот форт хотят его подписать но мне кажется не стоит сейчас трущику найти еще и в чемпионшип поэтому не надо призов он 43 и все мы чемпионы предсезонного турнира так мы продолжаем качаться массаковский 77 долг мне 85 так что сейчас вместо долгим и кривохарченко наконец-то мы теперь чтобы у нас они сравнялись надо их поставить так 9 продан в бенфику переходит не понял секундочку ой 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 дивеев переходит в бенфику за 16 миллионов а нам добавили четыре с половиной это мы походу цска еще очень много отвалили сейчас до 9 4 номер теперь в бенфике так кривохарченко запрос что там а мельникова хотят купить в милан нет сергей кривохарченко не буду я находить ему покупатели 68 у меня что-то упал сейчас вообще странно жамаледдинова хотят взять в урхэмптон на сезончик давайте начнем переговоры в урхэмптон это уже уровень не то что сосуола в урхэмптон перешел и константин кучаев жамаледдинов по крайней мере не играл сильно уж так скучаем мы только на сезон на 40 на 60 не давайте 60 на 40 отлично в урхэмптон согласились но они неплохо это классно действительно команда мы их вроде дважды и обыгрывали в том сезоне ну то что мне сейчас 68 рейтинг вообще не понимаю за что просто что кривохарченко в бормут хотят чтобы я продал нет просто нет так вместо должны надо нам убрать и поставить карибаха так не давайте мы посмотрим в этих в нападающих до 77 у меня масаковский все пусть он пока что качайте до 78 а вот кривохарченко мы ставим на тренировку погнали ексова пока что вообще никто не хочет брать к себе в команду так демирбай переходит до 48 миллионов в атлетике модели джамаледдинов сдан в аренду отлично теперь у нас же маледдинов как мало то что там давайте по пятнашечки хотя бы rb зальцбург хочет купить же маледино жама ледяного модель в аренду в урхэмптона сезон отлично так 15 миллионов минимум это классный игрок действительно нет 14 хотя бы отлично за 14 миллионов согласен австрийский зальцбург с этим предложением все опять у меня падает рейтинг да что ж такое то за что что вообще не так делаю лобанова в сельту может перейти начнем переговоры но это кстати неплохо фиде смолу пусть идет не знаю как частом сельта но посмотрим ну кстати это первый вообще испанский клуб куда хоть какое-то там предложение мы сейчас будем соглашаться то еще серьезно давайте вы сельта соглашается отлично ну что ж друзья мы заканчиваем на сегодня выпуск же маледдинова мы продали в зальцбург отлично так давайте сейчас подведем все до конца ежемесячный отчет ну и чё артамонову бы надо было бы подписывать да давайте его подпишу все равно ему скоро уже 62 рейтинг он получит вот я подумал на эту трущику 67 так и артамонову теперь бы в аренду нам тоже сдать в аренду так друзья вот вам сейчас открываю оба состава кстати у меня смотрите казанские сиротки нам прокачались в рейтинге показываю вам два состава давайте вот именно про второй наверно больше будем задумываться сейчас у нас здесь самые низкие рейтинги это вот левый форвард сам нападающий левый защитник два центральных защитника правый защитник так что пишите друзья любое предложение вот именно по вот этой вот начиная с левого нападающего заканчивая правым защитником вот так вот примерно мы пойдем да и нападающего тоже не забывайте потому что я могу вместо скворцова подписать там чалова у которого 81 рейтинг почему бы нет могу джики подписать все так что от вас будет зависеть вот могу рассказываю наверно вряд ли с этим 4 низкий рейтинг так что все друзья в ваших руках пишите в комментариях без проблем всех подпишу потому что у меня что-то падает рейтинг мне надо подписывать не менее двух игроков моложе 20 лет я подписал а получается артамонова так что мы сейчас будем ждать не знаю почему у меня сейчас упала может потому что я продаю сильно много сейчас мы на 98 миллионов в плюсе вот и мы получили прибыли от сейчас но доходы с трансеров я получил 57 миллионов а потратил всего лишь 31 то есть ничего такого-то мерчендайзинг плюс 66 что еще здесь зарплата 2 миллиона уходит только все чё бы футболкам 7 и 5 миллионов ряд кино и вазян головину лучшие вот продажи так что друзья жду ваши предложения в комментариях кого бы нам подписывать вот так таллинг или сибаси и аллер главные сделки дико салиба влахович последний с вами был андрей канал футбол это жизнь подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы с вами был андрей да ну кстати друзья всем до свидания субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok